И 3, 2, 1, поехали! Друзья, всем привет! Доброе утро для всех тех, кто проснулся. С вами, как всегда, Стефан. Сегодня для вас подготовили очередную порцию никому не нужных новостей на канале 3DIY. Так что не пропускаем, завариваемся чаёчек, кофеёчек и погнали! Друзья, напоминаю, что если вдруг вы забыли, что магазин 3DIY, помимо того, что является магазином, который производит 3D принтеры, этот магазин также является магазином по продаже различных аксессуаров для 3D-печати. У нас вы можете найти огромный ассортимент вообще самых разнообразных штук для 3D-печати, от пластиков до сопел, до ремней, до вообще абсолютно любой-любой-любой комплектухи, вплоть до микроэлектроники. Поэтому, если вы вдруг не знали, по промокоду YouTube вы получаете скидку в размере 10% на ваш первый заказ, и поэтому я на вашем бы месте воспользовался бы данным предложением и уже разместил бы заказ. Так что ссылка будет в описании, переходите, смотрите, выбирайте и, главное, покупайте с большим удовольствием. Рибок и Боттер представили обувь, напечатанную на 3D-принтере. С 17 по 26 января в Париже произошла неделя моды, и как бы это достаточно обыденное явление, но тут вдруг компания Рибок выкатила свои первые ботинки, которые они напечатали с помощью 3D-печати. Для тех, кто в теме, для тех, кто смотрит наши новости, вы, возможно, слышали ранее, как я рассказывал о том, что Adidas выпустила новую модель обуви под названием Adidas Forward 4D. Вот, и Рибок, в общем, не стали находиться в сторонке, и они объединились с компанией Боттер, и выпустили свежую коллекцию обуви, которая посвящена морской тематике. Подошва на данной обуви, она выполнена в таком морском стиле, то есть напоминает немножко кораллы. Соответственно, информация по поводу того, будет ли данная модель представлена на, как бы, общую покупку или нет, покажет время. На данный момент такой информации нет. А так, это очень круто, будем ждать напечатанные ботинки. А мы, возможно, даже когда-нибудь снимем про такое дело ролик. Можно сланцы напечатать. Ну, кстати, как вариант, либо сланцы, либо... А что, реально, кроссы какие-нибудь запилить по приколу на СЛА? Ну, тоже вариант, да. На женскую какую-нибудь ногу, там, 37, чтобы точно все влезло. Ну, подошву нужно из, там, из TPU, из SBR. Ну, из TPU, конечно, да. Такую какую-нибудь пористую. Ладно, короче, придумаю. Porsche Consulting и Saku вместе создадут 3D-печатные батареи. В общем, Saku – это компания, которая является пионером твердотельных аккумуляторов, так называемых Swift Print. Они их печатают на 3D-принтере. И они объединились с Porsche Consulting. Это, вы как бы не ослышались, это дочка, собственно, всеми нами известного бренда Porsche. Они объединяются для того, чтобы с помощью 3D-печати создать новые литий-металлические аккумуляторы. И вообще сейчас, как бы, Porsche активно внедряет электрификацию в свои автомобили. Сейчас у нас ожидается Macan и, собственно, Cayenne. Вот, и, соответственно, я так полагаю, что в рамках вот ближайшей вот этих вот пятилеток, когда будет полная электрификация, они объединятся с Saku и выпустят новые аккумуляторы, выполненные с помощью 3D-печати. Что будет дальше, покажет лишь только время. Напечатанный стейк из переработанного пластика. Согласитесь, звучит довольно-таки интересно. Вкусно. Вкусно? Думаешь? Пластик. Типи ю. Значит, стейк из пластиковых отходов вообще, на первый взгляд, кажется чем-то невыполнимым, но как бы не так. Некий Анжан-контрактом инженер из NASA разработал уникальный способ, который позволяет переработать пластик с помощью двух фаз. Что из себя представляет первая фаза? Пластик мелко крошится, буквально там чуть ли не до атомов распыляется. Ну, в общем, очень-очень маленькие частички. Затем этот пластик погружают в специальную канистру, где содержатся бактерии, которые хавают этот пластик. Ммм, хавают. Любой пластик, кстати? Слушай, ну он работает типа с бутылками на данный момент. А, бэтс. Да. Офигеть. Закидывается туда пластик. Бактерии работают, хавают этот д**к каждый день. Значит, перерабатывают, и из них выходит некий продукт распада. Ну, то есть их какашечки, так называемые. Приятного аппетита. Потом эти какашечки обрабатываются с помощью каком-то там специальном растворе, и из этого, вы не поверите, получается нано-гель. Этот нано-гель состоит преимущественно из белка. То есть он там на 90 с лишним процентов. Это чисто тупо белочный продукт. И затем это все дело погружается в биопринтер, и можно печатать как бы мясо. То есть его основу. Соответственно, как бы добавляются украсители там красный, ну, чтобы как бы вид блюда имело. Ну, там белый для жилистых прожилок. Вот, и, соответственно, так, как бы ученый считает, что его там изобретение практически революционное, и в ближайшее время он намерен получить патент и запустить свою собственную компанию по переработке бутылок в печатное мясо. Прикиньте, друзья. Вот так вот. Исследователи создали новый вращательный процесс 3D-печати из нескольких материалов. Группа исследователей из, опять же, Гарвардской школы, как бы в прошлом выпуске мы говорили, что там в Гарварде вообще все охренели какие умники. Там был Стэнфорд. А? Стэнфорд был. Стэнфорд был? Да. Черт. Ну, Гарвард, как бы, тоже не менее умники. Некий Джона Полсон из Института биологического проектирования ВИСа разработал уникальный способ по нанесению 3D-печатного геля, что процесс из себя представляет. Есть ротационная головка, в которой содержится 4 сопла. Из основного подается так называемый наногель. А из трех дополнительных подается различного рода раствор. Он, как бы, вдохновлялся, скажем так, природой, вдохновлялся цепочкой ДНК. Он, как бы, исследовал, что вот такие пружинистые тела, они имеют очень необычные свойства. И, собственно, благодаря своему, скажем так, способу печати, он смог добиться разной плотности материала в зависимости от того, какой дополнительный раствор фигурирует в спирали. Соответственно, растворы могут быть разные по жесткости. Вот там совсем вялого до такого достаточно упругого. Ну, как бы, вы понимаете, о чем я. И он надеется, что его способ 3D-печати поможет в робототехнике. А именно для вот таких, знаете, как бы роботов-червячков. Вот, собственно, это его, как бы, основной посыл, на чем он хочет сфокусироваться. И поэтому мы ему желаем от всей нашей команды удачи. Надеемся, что у него все получится. Ученые из МИСИС и из КолТеха изучили 3D-печать стоматологических инструментов. Когда вы приходите к стоматологу, у него там есть различные буры. И все они, как правило, с алмазным напылением. Но ребята, так как сейчас, ну, сами понимаете, что происходит, сейчас очень трудно добыть, ну, скажем так, импортные вот эти все стоматологические штуки. И они решили попробовать это все дело напечатать. Печатали они это все дело титаном. И печатали очень, скажем так, странно. Там будут фотографии, то есть, там такие конусообразные сопла, которые, мягко говоря, вообще не вызывают никакого желания запустить их себе в рот. Первые образцы получились удачно. Они уже в данный момент планируют испытать, собственно, данные сверла на человеке. Как бы ищем добровольца. Да, Валера? Не, не то, чтобы Валера беззубый. Это так, риторический вопрос. Они, как бы, по первичным данным, они сказали, что их стоматологические инструменты проходят на данный момент клинические испытания на протезах. И там, как бы, все прошло хорошо. Что они надеются получить в итоге, это экономия и это, как бы, импортозамещение. Вот. Поэтому желаем ребятам удачи. Как бы технология SLM — это хорошая технология. Я думаю, что в умных руках она найдет своего рода применение. Да, помните тот самый злосчастный принтер, который отправили, как бы, на орбиту, но забыли к нему положить пластик. Вот. Ну, значит, второй шаттл там был отправлен, пластик они получили. Все, теперь экипаж российского сегмента международной, ну, в общем, МКС, изготовили свою первую деталь, напечатанную действительно в космосе. Этим стало крепление для экшн-камеры. Они отправили катушку пластика в космос, чтобы просто распечатать какую-то ненужную приблуду. В любом случае, я абсолютно точно разделяю, что 3D-принтер на МКС должен быть, а мало ли что, как говорится, там сломается. Выглядит это, конечно же, как всегда, убого, но главное, результат. Вот. И я считаю, что то, что наши ребята там добились уже такого в космосе, это очень круто. Желаем им удачи. Не забывайте пластик. Стейкхолдер Фудс получает грант в размере 1 миллион долларов на биопечать культивированного угля. Если вы вдруг подзабыли, я напоминаю, что Стейкхолдер это компания, которая полностью выращивает органику, в данном случае мясо, из практически ничего. В прошлый раз они запатентовали свою разработку касательно именно Стейка. То есть, их название, ну, само за себя говорю, Стейкхолдер. Вот. Они напечатали пробные образцы мяса, и у них все получилось. То есть, там разная жесткость, разный вкус, в общем, разная плотность. То есть, там все-все-все настраивается. И сейчас они получили от Сингапура, от компании СИРД, вот, они получили финансирование в размере 1 миллион долларов и грант на то, чтобы произвести сублимированный уголь. Уголь. Господи, уголь. Уголь не надо. У ребят уже получилось полностью воспроизвести и текстуру, и вкус угря. Сингапур является единственной страной в мире, в которой на законодательном уровне разрешено производить и употреблять в пищу культивированные продукты. То есть, в данном случае это те, которые выращены, в принципе, в лаборатории. Так что, компания Стейкхолдер большая, молодец. Я считаю, что это огромный просто шаг вперед. Воспроизводить буквально в лаборатории то, что, как бы, можно добиться путем убийства, это очень замечательно. Поэтому мы им желаем удачи. В 2023 году уже к осени они планируют угощать первых посетителей, кстати, напечатанным угрем. Я бы с удовольствием попробовал. 3D принтеры Kings 3D помогли изготовить масштабный макет развлекательного парка. Китайская компания Lightspeed 3D является одной из очень крупных компаний с огромнейшим просто ассортиментом 3D принтеров. И что самое главное, они являются также огромной 3D печатной студией. И к ним поступил очень интересный заказ из Aven Grand World. Это один из самых крупных азиатских, ну, в данном случае, китайских парков развлечений. Как они говорят сами, что их масштаб превосходит даже Диснейленд. То, конечно, я верю с трудом. Парк, который там размером чуть ли не 30 гектаров, полностью решили воспроизвести в масштабе 1 к 50 с помощью 3D принтеров по технологии SLA. И изначально, как бы, данная компания оценила распечатку данного проекта в полмиллиона долларов. Но примерно, когда они выполнили процентов 20 заказа, они поняли, что сумма абсолютно не соответствует действительности и запросили целый миллион баксов. Что тут скажешь, ребят? Вы увидите фотографии, и вы сами увидите просто колоссальнейший масштаб работы, который провели данные ребята. То есть там возводили внутри 3D печатных конструкций всякие там арматуры, то есть усилители. Там все это раскрашилось вручную. Что самое главное, это печаталось. Это печаталось очень много, очень кропотливо. Практически полгода строили этот проект. Конечно, я такого вообще никогда в жизни не видел. Думаю, что я бы за такой проект точно бы никогда не взялся. Но здорово, что есть такие компании, которые могут воспроизводить такую штуку интерактивную. Потому что это всегда привлекает огромное количество внимания. Кстати, забавный факт. Если вдруг вы поедете в Тулу, там есть местный, скажем так, оружейный музей. И в этом оружейном музее стоит такой макетик, ну типа Кремля тульского. Вот. И он, кстати, напечатан с помощью 3D принтера. Вот. И выглядит он как-то не очень. Там прям очень сильно схалтурили. Поэтому не знаю, к чему это я. Короче, делать все нормально. И не экономить. NASA испытала 3D печатный ротационный детонационный двигатель. А? Ротационный детонационный. Такой необычный двигатель, который в теории, как говорят сами инженеры из NASA, он может добиться либо гиперзвуковой скорости, либо окологиперзвуковой скорости. Что примечательно, в отличие от классических двигателей внутреннего сгорания, данный тип двигателя он использует не сгорание топлива, а его детонацию. И что это дает? Помимо того, что, конечно, пилот рискует быть взорванным к чертям собачьим, это дает существенную экономию в топливе. А во-вторых, это дает огромную тягу. Инженеры из NASA создали прототип такого двигателя, выполнен с помощью 3D-печати по технологии SLM. Ну, в общем, все как обычно. И в данный момент они его тестируют. По предварительным данным, все проходит отлично. Двигатель выдает просто какую-то безумнейшую тягу. При этом ведет себя стабильно. И, соответственно, теоретически, как они считают, что такие двигатели можно использовать как в гиперзвуковых летательных аппаратах и дозвуковых. Ну, собственно, что и было ранее. Так что ждем в ближайшее время какие-то сверх просто быстрые самолеты, которые будут летать у нас там по орбите или даже чуть ниже. Самое главное, конечно, на таких скоростях, это чтобы просто все это дело не перегрелось к чертям. Российские и латвийские ученые предложили новый биоактивный наполнитель для 3D-печатных имплантов. Есть у нас два прекрасных джентльмена. Один из МИСИС, это Федор Сенатов. И из Рижского технического университета представлен некий Раджан Чаудхари. Они изготовили два вида 3D-печатных костных скафолдов. Для тех, кто не знает, что такое скафолд, это так называемая матрица, на которой выращиваются биоклетки. Ну, для тех, кто там хочет изучить этот вопрос повнимательнее, посмотрите прошлый выпуск новостей. Там вот я рассказывал про печатные глаза. Они на данный скафолд добавляют полиоктит с добавками валастанита и гидроксапатита, сообщает некий Ниту Миссис. Друзья, я не знаю, какой нужно выкурить косяк, чтобы все это дело понять, но, как я понял, они создали просто уникальный материал, который печатают на подготовленной специальной матрице, на которой и будут выращиваться определенные биоклетки. Это, собственно, все, что вам нужно знать из этой новости. Двигаемся дальше. Филамент для 3D-печати из рыболовных сетей поможет спасти океан. Вот эта новость просто пушка. Для тех, кто вообще не в курсе совсем, что там происходит, ежегодно в океане вылавливается огромное просто количество рыболовных сетей, которые просто забрасывают, которые там становятся частью океана, в них там умирают черепашки, и там как бы все плачут, как над хатика. Это все очень грустно, это все очень печально. С проблемой нужно что-то делать. Компания Reflow предложила уникальное решение, которое, возможно, изменит наш мир как бы к лучшему. Они, значит, чем занимаются? Они добывают, собственно, наручно все вот эти сети, которые остаются в море. Как-то они их там вылавливают, как-то они их там собирают, очищают от всякого шлака, направляют к себе в фабрику. Там они производят какие-то свои там хитрые манипуляции, но я так полагаю, что они как-то там плавят, переплавляют, возможно, что-то добавляют, и они получают из этого из всего печатный пруток. Прикиньте, это, казалось бы, вот вроде все так просто, ну вот как бы когда там, помнишь, эти первые люди там бутылки начали перерабатывать, или там лески там для триммера. Ну, короче, они отсеивают все самое лишнее, оставляют чисто вот этот пластик, переплавляют его и создают 3D-печатный пруток. Данный пластик на самом-то деле уже можно купить. И, в принципе, цена абсолютно адекватная, она составляет 25 долларов за 1 килограмм. Данным стартапом уже очень активно заинтересована компания BMW, которая сейчас всячески двигает вот эти свои так называемые sustainable материалы. Они их активно используют в современных интерьерах там своих BMW-шек, это там всякие Vision, i7 и так далее. И как бы BMW надеется, что они заключат контракт с данной компанией уже с 2025 года наполовину интерьеры их машин будут составлять из данного пластика. Вот, короче, я вообще не любитель BMW, но в данном вопросе BMW просто красавчики. Это отлично, что они поддерживают такую инициативу. Я надеюсь, что сегодняшняя подборка новостей для вас была интересной, так что теперь ваши мозги официально прокачаны. Желаю всем, как всегда, продуктивной недели. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. Пишите комментарии, что вы вообще думаете по данным новостям. А с вами, как всегда, был Стефан, за кадром был Валера. В ближайшее время ждите от нас интересные видосы. Все, спасибо большое, всем пока.